Доброго времени суток, уважаемый психологическое комьюнити, психологическое комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. Буквально последние две недели я был очень занят в лаборатории, не записывал никаких видео, происходили очень интересные, значимые для лаборатории события, в частности, продолжается разработка автоматизированной системы БИИНГ. Да и вообще, вот таких видео у меня уже давно не было, они и есть на канале, но они как бы давно достаточно, так скажем, были записаны в последние разы. Была у меня консультация буквально на этой неделе, приходил ко мне товарищ, давайте его назовем условно Сергей, значит, на консультацию, и соответственно, поговорить бы я хотел даже не об этой консультации, а о двух очень схожих и интересных психических состояниях, в частности, о такой нозологии, как шизофрения и психопатия. Шизофрения – эндогенное заболевание, считается, что шизофрения неизлечима, человек может сделать себе ремиссию продолжительностью совершенно разной, может быть там три дня, неделю, месяц, полгода, год, но якобы в любом случае наступает момент обострения и у человека вновь проявляются, не дай бог, какая-то продуктивная симптоматика, имеется в виду галлюцинации, бред какой-то он формирует, но одним словом, на протяжении всей жизни человека эта болезнь преследует, в той или иной форме, с той или иной частотой она себя проявляет, я имею в виду шизофрению. Причины этиологии о шизофрении неизвестны, никаких изменений в крови, там еще в чем-то, в каких-то электроэнциклограммах уши запринников не были, но в отличие от здоровых людей, отличий нет. Эндогенное неизлечимое заболевание. Что же такое психопатия? И почему появилось это видео? Буквально происходящее в недавнем прошлом событии в лаборатории, перерывая к мысли о том, что, как и писал великий русский психиатр Петр Борисович Ганнушкин, психопатия это дурнота характера, которого постоянно, то есть речь идет о том, у Ганнушкина, что психопатия неизлечимое заболевание, это является заболеванием общества, то есть это имеется в виду, что психогенное заболевание, не эндогенное, как шизофрения, а психогенное, то есть обстоятельства жизни, обстоятельства внутренней интрапсихической жизни человека неизменны. Если психопата называть психопатом, он таковым останется и до конца жизни. Только проявления у него может быть не острые, не галлюцинации с бредом, но неадаптированность в обществе, неспособность себя должным образом вести, должным образом относиться к обстоятельствам, к себе прежде всего и к обстоятельствам в окружающем, ведет к тому, что он дезадаптирован, то есть он не соответствует норме, установленной в обществе, в тех или иных аспектах жизни человека, будь то в учебе, в рабочей обстановке, в кругу друзей, семьи и так далее. Речь идет о психопатии, дезадаптации человека, неспособность соответствовать нормам и критериям общества. Собственно, вот об этом я и хотел сказать. Эта консультация, которую я провел, она подвергла меня записать это видео, то есть рассказать о том, что есть некая схожесть между эндогенным заболеванием шизофренией. Сейчас, правда, появляется в литературе все больше и больше статей в журналах, в книгах, что это тоже социогенное, то есть заболевание, что это проблемы не человека, как некого непознанного существа, без какой-то конкретной этимологии, а именно проблема жизни человека, что, наверное, в этом современном, только-только пробивающемся росточке знаний по поводу шизофрении, вот на 22-й год 21-го века, говорит о том, что, возможно, это заболевание тоже является социогенным, психогенным, если быть точным, социопсихогенным, равно как и психопатия. Психопатия, да простят меня коллеги, сейчас это все называется, конечно, не психопатией, а социопатией, либерально, ну, я человек старой формации, соответственно, называю своими именами то, что думаю, то, что вижу. Психопатия, но и в Африке психопатия, или социопатия, если угодно, моим строгим слушателям, видеослушателям, коллегам, психологам, психиатрам, психотерапевтам. Хорошо-хорошо, господа, социопатия, не психопатия. Что-то близкое и родное между шизофренией, и психопатии есть. И вот эта консультация меня подвергла. Я столкнулся, опять же, да, с социопатией у этого человека, который пришел на консультацию с Сергеем. У Сергея была диагностирована психопатия, социопатия. Близкие, психогенные, во многом психогенные, социогенные заболевания. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!